МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу о загородной жизни. Все, что вы хотели узнать о даче, но не знали, у кого спросить. Я, Дмитрий Николаев, ведущий этой программы. Но самое главное, я дачник. У нас с вами одни и те же цели и задачи. Сегодня поговорим о том, как правильно, а главное, быстро и чисто убрать дом. Хорошо? Когда вам кажется, что ремонт завершен, правда же он не может завершиться. Это только в какой-то момент вы волевым усилием решили приостановить его. Обнаруживается новая головная боль. Как же убрать всю эту строительную пыль и грязь, как вымыть окна на 4-метровой высоте? Нет ничего проще. Надо обратиться в клининговую компанию. Клининг – сложный процесс, который предполагает комплексные меры по наведению чистоты в помещении. Сегодня к профессиональным уборщикам обращаются в особых случаях. Естественно, это коммерческие компании, которые, собственно, сами не занимаются клинингом, а хотят это отдать на аутсорсинг. Вторая, самая главная задача – это после строительной уборки. Когда люди закончили ремонт, как правило, ремонт затягивается на очень большое время, и к концу ремонта они уже хотят быстрее туда въехать, а когда они заходят, там очень много пыли. Естественно, здесь палочка-выручалочка – это клининговая компания. Но при этом никаких экстраординарных приготовлений к приезду клининговой компании делать не нужно. Единственная их задача – в голове для себя решить, что им нужно сделать так, чтобы было чисто. Второй этап – это просто-напросто набрать телефон, у нас короткий, 283-285, они звонят нам, у нас менеджер принимает заказ, приезжает специалист на насмотр, сразу говорит, сколько это будет стоить, сколько займет это время, сколько людей сюда будет приедено, и когда вам будет удобно их принять. После этого человек говорит, да, все, я готов, либо находится дома, либо когда-то уезжает на дачу, потом ему совершается звонок о том, что работа выполнена, он приходит, принимает работу и, собственно, наслаждается этой чистотой. Однако ассортимент технических средств широк. Это и профессиональные пылесосы, и специальное оборудование для мытья под давлением, и специализированные средства для удаления специфических загрязнений. Мы закупаем их из европейских стран, швейцарская химия, английская химия и так далее. У нас свои поставщики, которые химия, которую они продают в магазинах, мы, собственно, с этой химией работаем, она имеет сертификаты, они, естественно, с наличием, мы закупаем их оптом, поэтому у нас ценники дешевле, и поэтому даже по результату работы всегда тяжело сравнивать обычную домашнюю уборку, где кто-то моет хозяйственным мылом, да, и компания, которая использует химические растворы для каждого вида загрязнений отдельные. Клининг – услуга, которая стоит денег, но надо помнить, что это должна быть тщательная уборка. Кроме того, нужно понимать, там, где профессионал со специальным оборудованием потратит день, обычный человек убьет двое-трое суток. Приходит бригада, несколько человек, распределяется по всем местам, все люди опытные, обученные со всеми специальными оборудованиями, в том числе антистатическими средствами, чтобы убрать всю эту пыль. Жить за городом, да и не только, надо легко. Не забывая поддерживать чистоту и порядок, можно пару раз в год заказать профессиональную уборку. Люди сначала, как правило, обращаются к каких-то экстренных ситуациях, когда они встречаются какие-то экстренные ситуации, такие из ряда вон выходящие. Затем, когда они видят, что это все достаточно просто и достаточно быстро, да, и не требует их много времени и участия, они начинают привыкать, скорее всего, к этому, да, и постоянно, ну, с какой-то периодичностью заказывают. Когда уезжают в отпуск, они отдают ключики, мы делаем договор, во время их отсутствия делаем им уборочку, они возвращаются радостные, довольные. Проверив чистоту и порядок, радостные и довольные, дачники из дома отправляются в сад-огород. А сад вполне может у вас быть украшен хвойными. Хорошо! Сегодня, как и обещали, открываем азбуку садовода на странице можжевельника. О некоторых видах можжевельников, которые используются, начнем с того, что в каменистых садах и в альпийских горках. И начинаем с почвопокровных можжевельников. Которые используются для альпийских горок, ракариев, альпинариев, бордюров. Значит, высота этих можжевельников не более 30 сантиметров. Самые низкие виды, максимально в 10-летнем возрасте, достигают всего 10 сантиметров. Но в ширину эти можжевельники разрастаются до 2,5 метров. Самая нетребовательная в почве, во влаге культура – это можжевельник. Привычны для всех можжевельники с зеленой хвоей, но можжевельник – он разноцветный. Есть сорта с голубой хвоей, например, блючип. Очень красивый прирост весной, такой светло-светло-голубой. Как цветовое пятно используется, поскольку отличается цветом. Вот блюстар – чешуйчатый можжевельник, очень красивый можжевельник. Во-первых, как бордюрное растение можно его использовать для цветовых пятен. Он ярко-голубого цвета, а также он используется как контейнерная культура, хорошо растет в контейнерах перед домом. Есть сорта желтой хвои, которые создают цветовые пятна. Можжевельник – холгер. Очень красивый, у него желтый такой прирост, молодой прирост желтого цвета. А хвоя такая сизоголубая. Моргиан Голд, значит, он до 0,6, до 60 сантиметров в высоту. Есть сорта с желтыми вкраплениями, с голубой хвоей, с желтыми вкраплениями. Дримджой Флориант. Есть группа казацких можжевельников, которые очень неприхотливые, не выгорают в нашей зоне, отлично зимуют в нашей зоне. Такие, как Масса, Аркадия, Тамерисцефолия. Значит, самый высокий из них – это сорт Аркадия. Он до где-то полутора метра высотой в 10-летнем возрасте. В ширину где-то до полутора метров они все. Все сорта можно использовать и в альпийских горках, и как бордюрные растения, а казацкие – и как солитерные. Теперь они все в контейнерной культуре, и поэтому можно сажать в течение всего лета. Самое главное условие – это первый год полив, чтобы укоренилось растение и хорошо перезимовало. Лунку для посадки делаем по размеру корневой системы. Если она у вас в контейнере, то можно, допустим, размер двух горшков, вот этих по размеру корней. Дальше мы закладываем раскислитель, можно доломитовую муку, ну, где-нибудь стакан доломитовой муки. Сверху присыпаем грунтом. Дальше у нас есть хвойный опад или что-то есть там у дачников, такое, чтобы были условия леса созданы, да, и какое-то удобрение комплексное можно тоже с микроэлементами положить. Например, можно ому, можно кемиру, можно азофоску, ну, кого что есть. Годовой прирост кажется совсем небольшой – 5 сантиметров. Ну, 5 сантиметров каждая веточка, поэтому в кубе получается как бы не так уж и мало. Вот, при хорошем уходе, ну, вот до 10 сантиметров прирост. Кроме почвопокровных, стелящихся, нам известны и другие можжевельники. Есть пирамидальные, которые используются для живых изгородей, которые могут использоваться как шпалерная культура для поддержки, допустим, каких-то вьющихся растений. В принципе, они неплохо зимуют, размер их в 10-летнем возрасте составляет 3-4 метра при хорошем уходе. Вот эти можжевельники скальные, они используются на изгородь, до 3-4 метров высоты, я уже говорила, растут неприхотливые. В общем, почти как у поэта, выбирай на вкус. Каждый по-своему хорош, да, вот, можно и в групповых посадках сочетать, тут можно просто, как сказать, фантазия наша работает, и мы можем формулу подобрать разного можжевельника, ее не надо стричь, то есть она вот определенная, да, какая есть, и если туя, там, можно ее и шарик сделать из нее, там, и какой-то. О том, что еще можно сделать с туей, в следующих программах. Хорошо?